Элементы оформления в презентации премиум ассортимента Коха уже готовы. Нам осталось лишь создать слайды, которые будут частью шаблона. Титульный слайд всегда содержит этот текст. Меняется только год. Давайте добавим вместо него замещающий текст и введем слово «год» в квадратных скобках. На втором слайде, где описана миссия, этот заголовок никогда не меняется. Чего не скажешь о пунктах маркированного списка. Именно поэтому мы ввели замещающий текст. Этот список необходимо отформатировать. Выделим его, нажмем кнопку «Преобразовать» в графический элемент SmartArt и выберем элемент SmartArt для списка. Немного увеличим масштаб и щелкнем значок рисунка, чтобы вставить подготовленное изображение. Сделаем это для каждого маркера. Затем выделим элемент SmartArt и откроем вкладку «Конструктор» в разделе «Работа с рисунками SmartArt». Нажмем кнопку «Изменить цвета», чтобы смягчить тона. И добавим стиль SmartArt. Также мы можем добавить сюда слайды с заголовками разделов. Нажмем кнопку «Создать слайд», выберем заголовок раздела, добавим заголовок и подзаголовок, а также заполнитель вместо года. Когда будут готовы три слайда с заголовками разделов, добавим в презентацию содержимое и структуру. Теперь нажмем кнопку «Создать слайд» и воспользуемся новым макетом, который называется «Винный профиль». Здесь можно добавить подзаголовки, такие как «Район виноградарства» и так далее. Сделаем шрифт полужирным и добавим замещающий текст. Это не обязательно, но сюда также можно добавить инструкции для авторов. Теперь, чтобы отформатировать рисунок, щелкнем значок «Рисунки» и вставим замещающий рисунок. С помощью команд в разделе «Работа с рисунками» добавим стиль рисунка, черную рамку. С помощью кнопки «Граница рисунка» изменим цвет рамки и сделаем ее шире. Затем, с помощью кнопки «Эффекты для рисунка» добавим тень с перспективой. Чтобы воспользоваться этим форматированием, автору презентации нужно будет щелкнуть рисунок правой кнопкой мыши и выбрать пункт «Изменить рисунок». После этого в рамку будет добавлен необходимый рисунок. Чтобы объяснить, как это сделать, можно ввести инструкции в рамки с текстом, которую автор затем удалит. Этот слайд часто используется в презентации. Скопируем его несколько раз. При необходимости автор тоже сможет сделать это. Мы готовы к тому, чтобы сохранить файл как шаблон. На вкладке «Файл» щелкнем «Сохранить как», а затем выберем тип файла «Шаблон PowerPoint». Обратите внимание, что PowerPoint автоматически сохраняет шаблоны в особой папке «Пользовательские шаблоны Office», которая находится внутри папок «Документы» — «Мои документы». Чтобы было совершенно ясно, что это шаблон, добавим к имени файла слово «Шаблон» и нажмем кнопку «Сохранить». Чтобы использовать шаблон, откроем PowerPoint и на экране «Создание» выберем категорию «Личные». Вот наш шаблон. Выберем его и нажмем кнопку «Создать». На основе шаблона будет создана презентация, в которой мы обновим слайды для текущего года. Если бы мы загрузили шаблон из общей папки, то его нужно было бы сохранить в любой выбранной мной папке, а затем дважды щелкнуть, чтобы создать презентацию. Чтобы изменить сам шаблон, достаточно щелкнуть файл правой кнопкой мыши и выбрать пункт «Открыть». На создание шаблона уходит некоторое время, однако потом с его помощью вы сможете создавать новые презентации быстро и легко. Чтобы узнать больше, загляните в сводку курса и поэкспериментируйте самостоятельно.